Инна, добрый день. Добрый день, Роман Викторович. Скажи, пожалуйста, кто ты, кем ты была до того, как стала заниматься сетевым бизнесом? Ну, я пришла в той жизни, откуда мы и все. То есть я работала в налоговой инспекции, я работала в пенсионном фонде, то есть я строила карьеру. И в один момент у меня жизнь перевернулась, когда я попала на семинар, мне задали несколько вопросов. То есть, куда я иду, кем я могу стать? И когда я подумала, ну, действительно, максимально, то есть я уже понимала, максимально какую карьеру могу я сделать, и зарплата моего начальника, ну, меня никак не мотивировала. И просчитав, то есть, в принципе, то время еще было, что это был 2006 год, когда, в общем-то, мы работали, и вот то, что мы зарабатывали, это было на проезд, на питание, ну, как бы, откладывая даже не было возможности. Это было, то есть я посмотрела, что дети мои, смогу ли я их выучить, смогу ли я дать, чтобы они ездили за границу отдыхать. В общем, тупиковая ситуация, я поняла, что я так жить не хочу. И я пошла другим путем. Хорошо. Оправданно ли было твое решение заняться сетевым бизнесом? Да. На тот момент это было интуитивно, но потом я поняла, что это было верное решение. Хотя это было, вот в моей ситуации это было очень интересно, потому что у меня муж, он чиновник, и высокопоставленный, и вдруг я иду в сетевой бизнес. У нас очень интересная пара и интересная история. Спасибо ему, что он мне разрешил этим заниматься. Я ему очень благодарна за то, что он мне дал поле деятельности, то есть волю. И я ему за это очень признательна. И вот с этого началась моя история. То есть сначала он серьезно не воспринимал, он думал, ну, что такое сетевой. Тогда вообще не воспринимали. Тогда на тот момент, как у нас говорили, сетевой не предлагали. Да, везде вы писали объявление, сетевой не предлагать. Но я в этом увидела что-то другое. На тот момент я поняла, что ближайшие сто лет будет развиваться все в электронном виде. Вот сделаю я это, либо не сделаю, это все равно развиваться будет. И построив сеть однажды, я поняла, что построю что угодно. И вот тогда я начала, заняла строительство сети. Но построив сеть, я поняла, что у людей денег нет. Сеть есть, денег нет, оборотов нет, опять денег нет. И меня начали интересовать, то есть мне хотелось помочь людям жить лучше. То есть как заработать денег, где. Нам говорили обознословных, что мы все приходили туда на пассивный доход. Ну, изначально нам говорили, все, можно работать два часа, да, подработки. И в конечном итоге у тебя будет пассивный доход. Мы все на это шли. И проработав определенное количество лет, я поняла, что далеко мне еще до пассивного дохода. В общем, у меня не хватило сил. И я начала искать другие варианты. Инна, скажи, пожалуйста, а сколько часов тебе сейчас все-таки приходится работать? 25 часов в сутки. Суток не хватает. И ты считаешь, что ты сделал правильный выбор? Там ты работала 8 часов в день, а сейчас 25 часов в день. Это как? Я работаю, я вижу перспективу, я вижу ради чего. Мне интересно жить. Вот когда я пошла в сетевой бизнес, да, вот я, как раз у меня такой возраст переломный был, когда люди задумываются, что что-то уже я сделал, но имею не тот результат. И мне хотелось зарабатывать. Если я работаю, мне хотелось зарабатывать. Поэтому, когда я сюда пришла, да, я работаю больше, чем там мы делали вид, что работают, но нам делали вид, что платят. Здесь я работаю, но я зарабатываю. Меня устраивает тот результат, который получат. И я вижу огромные перспективы. Я знаю, что я хочу. Инна, оправдано ли это, а не грубишь ли ты свое здоровье, то, что ты там все-таки 8 часов делала вид, что ты работаешь, а тут ты 25 часов в сутки пашешь. Не вредно ли это для здоровья и оправдано ли это за деньги? Мне интересно жить. Вот для меня это не трудности совершенно. Мне интересно, я люблю свою команду. У меня очень замечательные люди. Я люблю своих руководителей. Мне нравится. Вот у меня такой драйв просто. Вот я живу, я все это делаю с удовольствием. Понятно то, что тебе это нравится, ты получаешь драйв. А что ты еще получаешь от этой индустрии? Заработки. То есть я имею доход, который позволяет моей семье жить и хорошо жить. А насколько сильно изменился твой уровень дохода ежемесячно? Изменился очень хорошо, потому что попав в компанию Life is Good, я пришла, как и все нормальные люди, с больших минусов. Потому что у меня тоже были неправильные действия до этого. Поэтому когда я пришла в эту компанию, вот мы все идем в сетевой, нам хочется, сначала мы хотим денег. Мы приходим сюда, да, там, начинаем что-то зарабатывать, строим сети, потом они рушатся, потом опять, ну как в результате не получаем то, что хотим. Потом вот у нас сейчас прошли такие компании сомнительные, да, вот мы все там поучаствовали. Где-то что-то, ну мы все где-то в чем-то поучаствовали и что-то не так сделали. Поэтому я когда пришла, ну как в компанию, то есть в принципе не особо, я в общем-то уже думала, что все, в сетевой, наверное, ну не для меня. Я не, ну как то, что я шла, но то, что я шла, я там не получила. И когда придя в эту компанию, я пришла на человека, потому что я не могу делать, если я почувствую, что что-то будет не так, что это людям принесет вред, я не смогу это строить. Вот я могу делать все от души. Вот мне нравится, я получаю от этого удовольствие. Если я что-то почувствую, что что-то не так, я не смогу это делать. И соответственно, как и результат. И здесь я пришла, конечно, на наилючая. Потому что когда она меня пригласила, я села с ней и говорю, ну ля, здесь точно все хорошо. Был негативный опыт, и она говорит, я этого человека знаю 20 лет. Это вас, Роман Викторович. Я знаю его семью, я знаю, что он никогда не сделает что-то, чтобы людям было плохо. Я говорю, Нэль, тебе я верю. Вот я пошла на человека. И отдать вам должное, я всегда это с гордостью говорю, вот я четвертый год в компании. И вот все действия, вы то, что говорите, вы все подтверждаете своими делами. Вот нет ни одного, чтобы вы что-то сказали, вот уж пообещали, что будет вот так, и вы это не сделали. Мне нравится ваша стратегия, то, что вы настолько, вот, ваша порядочность. И я это всегда с гордостью говорю, мне это очень импонирует, это отзывается в душе, я это делаю с удовольствием. Мы всегда, у меня вся команда, они все настолько, как они говорят, да, за этим человеком нужно в огонь и воду. Инна, подскажи, а есть у тебя мечта? Есть. Однажды, сидя на семинаре, нас попросили сильно смело помечтать. Ну, какой вы доход хотели бы зарабатывать? На тот момент я написала цифру, в которую я тогда вообще даже не верила, даже не знаю, как это возможно заработать. Но большие лидеры зарабатывали такие деньги. Я написала 200 тысяч евро в месяц, то есть мне хотелось такой доход. Конечно, в том бизнесе я это не исполнила, но вот здесь я вижу, что это реально. Я могу прийти к этой цели. Спасибо, спасибо, Инна, тебе за твой опыт, за твои откровения. Я желаю твоей семье благополучия, тебе успеха. И чтобы твоя цель сбылась уже через год. Благодарю вас. Поздравляю. Благодарю вам тоже огромных успехов, а мы вместе с вами. Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...